Причиной обращения в Акимат города Актуби управляющей компанией номер 27 и Таза Лайф о прекращении деятельности по вывозу ТБО стал большой разрыв между затраченными средствами и их окупаемостью. Запчасти, ГСМ, заработная плата рабочим на все эти цели попросту стало не хватать денег. График не выполнялся несколько дней, за это время мусорные свалки росли прямо на глазах. Акимату удалось договориться с подрядчиками на новых условиях. УК-27 передаст на баланс микрорайон Нур-Сити компании Нео Плюс, остальные продолжат обслуживать в штатном режиме. Два дня они уже приводят в соответствующую норму, убирают территорию. Думаю, что день-два они войдут в свой полный график и ситуация полностью стабилизируется. Что касается Таза Лайфу, Таза Лайф также ввиду финансовых затруднений отказался от некоторых территорий. Это населенные пункты Новый, Жанапханес, Куршасай. Эти населенные пункты также Нео Плюс, ввиду своей добропорядочности, он принял на себя эти обязательства и сейчас в данный момент работает по этим территориям. Таким образом, компании, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении, смогут выжить, а горожане должны обрести уверенность в том, что Ак-Тубей не утонет в мусоре. Тем временем, одной из причин недостатка средств у мусоровывозящих подрядных организаций являются долги населения за оказанные услуги. Регулярно их оплачивает лишь 40% горожан. И сейчас, чтобы устранить проблему вывоза ТБО, к делу безвозмездно подключаются бригады и техника сторонних организаций. По вывозу ТБО, значит, у нас в городе Ак-Тубе обслуживают три подрядные организации по вызову ТБО. В последнее время у двух компаний сложились финансовые трудности именно по обслуживанию техники, закупку запасных частей, ГСМ и выплата зарплаты. Ввиду этого, одной компании к нам 19 августа было направлено обращение, что они, ввиду сложившихся проблем, не могут дальше выполнять свои обязанности и так далее. Пока речи о проведении нового тендера на вывоз твердобытовых отходов на повестке дня не стоит, власти надеются на то, что принятых мер пока достаточно. В то же время, исполняющим сторонам госдоговора рекомендовано усилить работу абонентских отделов для более тесной работы с населением и устранению образовавшихся долгов. Ирина Гуль, Сергей Калашников, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...